Все, сейчас я начну. Да, тебя слышно? Да, тебя слышно. Сегодня 17, ой, 11 сентября. Всем у нас форвардеры. Пригласили мы по рекомендации Сергея Ласевича его форвардера и хотим рассказать, какой они работают, презентацию сделать. А Сергей хочет рассказать свою историю в сотрудничестве. Всем привет, я все-таки пытаюсь как-то наладить фейсбук, чтобы я хотя бы видел. Так. Я буду твоими глазами. Меня слышно, да? Да, тебя слышно нормально. Поставь с плюшки, Сергей, слышно сейчас? Я слышу очень хорошо. Окей, ну на самом деле много времени я не займу, буквально пробегусь. Почему Лиза, чем же она хороша? Переводи, Рубик. Окей, Лиза, мы будем поговорить о тебе и о том, что твоя компания делает для Сергея, и о том, что ты занимаешься на ФБА Телефе. Окей? Ты имеешься на то, что ты хочешь... Нет, Сергей будет... Сергей будет... Сергей будет поговорить о тебе. Сергей, расскажи. Сергей будет поговорить о твоей компании и о том, как ты его помогал с его транспортом с его транспортом в Амазон. Пробовал я изначально завести товар для воздуха через бизнес. Довольно понравилось, цены довольно приятные, были на порядок ниже у поставщика своего. Значит, в одно прекрасное время завелся в армори. Значит, немножко забегу вперед. Недавно у Дениска Филатон Лайф. Знаете, я был просто в шоке от того, сколько всевозможных, может быть, документов, сколько нужно всего уторить, знать из-под... Когда я начал возить морем через Лизу, то, что я делал тебе, это дал свой... Дал, дал свой... Селефон от поставщика. Лиза обо всем договорилась абсолютно. Причем, как только товар... Она раз уже забрала его со... В этот же день... Я таки вообще не обратилась на это, вот как на лайве я слышал, что... Некоторые там неделю прям ждут, когда там заберут товар, отправят. Собирается очень оперативно. Ее, как я видел, своя там, свой водитель, своя машина, она обращает, забирает, где-то где-то где-то. Пока, не знаю, честно скажу, сколько стоит денег. Одну секундочку, я включу скайп. Сергей, тебе советую торренты отключить. Так, что-то со связью напряг какой-то. У меня все отключено. Торрентов нет. Честное слово. Тут вопрос интернета, конечно, вечер. Школьники приехали. Денис, не слышно меня? Сейчас отлично слышно. До этого был просто как... Заикался как бы. Ну, связь была ужасная. А теперь связь в порядке. Поставьте, пожалуйста, плюс. Да, да, лучше стало. Ну, очень странно. Я говорю, и потом мои же слова через 10 секунд идут повтор. Нет, ты не надо тебе заходить в Facebook, просто не нажимай на это окно. Он за торможкой идет, ты же, интернет. Где-то 5 секунд. Так что выйди из Facebook и не слушай сам себя. Окей. Так, значит, я остановился на том, что... Вот забирает товар очень быстро. Есть своя служба доставки по Китаю, как я понял, да? И вы сообщаете, что моя партия готова, она приезжает, забирает. Доставляет она, как вы поняли, и морем, и воздухом. Самый колоссальный плюс, который я здесь увидел. Ну, так как я возил и... Как я его называю через Сеню, Чена, который, да, и еще через Форварда, и через поставщика своего. Самый большой недостаток это отсутствие обратной связи. Как правило, да? Нас всегда почему-то Форвардеры очень любят, пока мы не заплатили деньги. Как только мы заплатили деньги, Форвардеры сразу же улетучиваются. И вы можете по 3-5-7 дней ждать ответа своего Форвардера, что, согласитесь, очень напрягает. Особенно новичков там волосы стеют просто. Здесь ситуация кардинально другая. Значит, этот человек всегда на связи, даже на выходных. Нет у нее почему-то никаких ни выходных, ни проходных. То есть всегда можете связаться, всегда ответит, всегда скажет по вашему товару, где, что и как. Ну, опять-таки, очень понравилась мне ситуация. Ну, как, сама ситуация не понравилась, но понравилась, как она решилась. Я буквально недавно, мой товар пришел в Америку морем, и контейнер попал под инспекцию. И две недели практически, около двух недель, тут уж действительно нет вины Форвардера, ничьей вины. Нет просто так, ну, такова жизнь. Попал мой контейнер под инспекцию. И вот он полторы-две недели проторчал на таможне, казалось бы, с меня можно было бы и деньги взять какие-то, потому что практически, когда товар лежит на таможне, считайте, что это как склад, да, за который нужно платить. То есть, ни копейки с меня никто не взял. Единственное, что мне Лиза написала, я сама переживаю, несу убытки, но, тем не менее, даже не попросила денег. Разрулила все, у нее там есть свой форвардер в Америке, который занимается вопросами всеми этими, все это разрулили. Разрулили они, забрали товар и доставили его, уже доставили, вот сейчас, практически сейчас, на данный момент идет получение моего товара на Амазот, чем я очень удоволен. Поэтому, ну и опять-таки, почему я всем начал писать, Лиза, 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 ну все просто. Буквально недавно мы с вами видели, да, что Алибаба доставляет товар там за 15-20 дней с Гонконга в порт Лос-Анджелеса, и все были очень удивлены. Я в том числе, тем более, когда мой товар пришел через 17 дней, который шел морем, я этого не знал, что он так быстро придет. Вот, я связался с Лизой, говорю, так и так, она, да, говорит, это открылся новый маршрут, и в принципе мы можем доставлять им. Это будет немножко дороже, как она мне сказала, чем обычный маршрут, но не кардинально. Я думаю, сегодня мы это у нее спросим, узнаем. Я у нее интересовался. Она сказала, что в принципе, да, можно этим маршрутам доставлять товар постоянно. Опять-таки, сегодня все вместе поинтересуемся и более точно уточним эту информацию, потому что, ну, я уверен, что многие из вас попадают в такие ситуации, когда срочно нужно ввести товар на Амазон. Очень не хочется ввести его самолетом, потому что лично в моей ситуации я переплачиваю просто десятки тысяч долларов из-за того, что мне нужно быстро привезти товар. Естественно, это даже какой-то экспресс, да, это сумасшедшие деньги в районе там 5-5,5 долларов, да, и переплата колоссальная. Так вот этот вариант с морем в 15-20 дней, конечно же, он сэкономит кучу и кучу денег. Здесь логистику проще гораздо наладить, потому что, действительно, тут уж склад нам не нужен какой-то сумасшедший, бюджет сумасшедший не нужен, и мы вполне сможем наладить логистику, пользуясь вот таким маршрутом. Это, конечно, очень радует. Опять-таки, все сейчас узнаем, все спросим, после меня выступит Лиза, может быть, немножко расскажет о своей компании, зададим ей вопросы, которые будут интересовать вас. Она на них ответит, ну, как-то вот так. Так, что еще касаемо меня? В принципе, услугами доволен, каких-то косяков со стороны Лизы я не заметил. Сколько раз ты пользовался услугой? Ой, уже прилично пользовался, и опять повезу сейчас через нее, причем повезу там тонны, наверное, 2-3 что-нибудь такое, да, и морем повезу, и воздухом повезу, и, ну, в общем, у меня сейчас такая немножко кастомизация идет, где уж совсем горит у меня, да, я какую-то партию, там, часть товара я отправляю самолетом, все остальное, что может потерпеть, я отправляю в море. Вот, ну, вот как-то так. Может быть, если ко мне какие-то на данном этапе вопросы есть, можете написать, постараюсь ответить. Что касаемо там каких-то документов, может, кто-то будет спрашивать, скажу вам честно, не знаю. По одной простой причине, потому что я этого не касаюсь вообще. Все, что от меня требуется, это я единожды дал Лизе телефон своего поставщика, с которым она сейчас держит связь. По готовности товара они созваниваются, договариваются, когда Лиза заберет товар. Все, я не переживаю ни за какие палеты, что там палеты нужны, что какие-то документы, какая-то растаможка, там, еще что-то, еще, все, все, что я даю Лизе, это номер, там, шипмента, еще там, ну, это буквально скопировать у себя в селлер-центре, в шипменте своем, да, и отдать Лизе. На этом мое познание там о том, что нужно для того, чтобы везти морем, заканчивается, потому что, в принципе, всем остальным как раз-таки снимается Лиза, что мне очень нравится. Ну, я поэтому и ошарашен был, когда слушал прошлый лайф о доставке морем, и я узнал, конечно, множество новых вещей, от которых мурашки по коже, что, оказывается, можно так встрять, что потом разруливать можешь месяц-два, то и три. Ну, для меня это было дико, потому что здесь ситуация кардинально другая. Отдал, все, забыл, товар пришел в Америку, Лиза тебе сама написала, дорогой, как она любит писать, товар в Америке, приблизительное время поставки на Амазон, вот такое-то, да. Ну, это радует, реально радует, что всегда есть связь, и ты всегда в курсе, что с твоим товаром, где он. Даже при доставке морем я просил как-то Лизу, говорю, слушай, ну, а где мой товар? Она прямо делает скриншоты, сбрасывает, там кораблик плывет, да, там показано, где он уже, все, как бы, ну, ты в курсе, можешь спать спокойно, вот. Поэтому, ну, в этом плане-то, ну, и по деньгам, естественно, если сравнить с какими-то другими форвердами, я не скажу, что прям колоссально как-то там дешевле может быть, но по секрету так, Рубик, я думаю, переводить этого не будет, Лизе, но это живой человек, с которым, опять-таки, можно договориться, поторговаться, и я практически уверен, что что-то вы и скинуть где-то можете, очень лояльный такой, добрый и веселый человек, поэтому общайтесь, разговаривайте, что-то там. Да, у меня просьба, если к Сергею, есть вопрос конкретно к Сергею, то есть вот по работе, тогда давайте, а потом уже Лиза какую-то мини-презентацию расскажет, что у нее там час ночи, я так понимаю, уже, вот, и не будем, не будем затягивать, так что к Сергею, если есть вопросы, минуту ждем, и поехали дальше. А ты, Рубик, пока, и Лиза, расскажи, они пускай напечатают нам вопросы. Переведи, пожалуйста, ей там, вкратце хотя бы. Лиза, мы говорим о тебе, о ваших сервисах, которые помогли Сергею в вашем покупке. Я говорю, о том, что они,EE, не надо говорить о том, что к тому,kh крипascal Oliveira в вашем покупке. И, мы будем ждать несколько вопросов одну, К��를 рассказывать сейчас, она там, я пойду, о вашем покупке и расскажи какие-то вопросы, любое восприятие в вашем покупке, и все остальное. Окей, Лиза? Да. Я думаю. Сначала дай мне сделать это для себя. Окей? Да. У нас есть несколько вопросов для Сергея, а потом я расскажу, когда поговорим. Окей. Спасибо. Дай мне вопросы. Сергей. Сергей, вы видите вопросы? Мне прочитать тебя? Ну прочитай, потому что... Значит, ну первое, естественно, это килограмм, хотя бы более-менее воздух и там какие есть варианты. Ну примерно в средней цене. А, хорошо, да, да, да. Скажу я потом, значит, мы поинтересуемся еще у Лизы на данный момент, потому что, насколько я знаю, не так давно цены в принципе... Одну секундочку. Зелефон выключу, что-то мне это мешает. Цены в принципе на доставку воздухом очень возросли. Причем у всех форвардеров, скажем, если раньше я мог свободно договориться там на цену в 3,9 доллара за килограмм, да, то сейчас, скажем, при той же доставке там дней 12-15, мне это обойдется там в 4 и каких-нибудь и 5 доллара. Даже может быть больше, потому что веса у меня большие. Но это произошло буквально недавно. Причем и поставщик мой цену повысил, и форвардеры цену повысили. Что касаемо Моуторе. У меня немножко специфический товар такой. У меня всегда любой форвардер, он берет на ценку примерно центов 20-25 на доставку моего товара. Ну, у Лизы я плачу где-то 1.75, но это с учетом вот этой наценки, да. Это что касаемо моря. Воздух, ну, будет у вас колебаться, я так думаю, от 4 каких-нибудь и 3 до 5, может быть и 2, примерно вот так. В зависимости от веса. Мой вопрос. Место не имеет значения, где завод находится? Расположение? Ты имеешь в виду, где находится производитель? Ну, да, да, естественно. Ну, естественно, так как у меня, значит, мой поставщик и Лиза находятся в одном городе, она с меня вообще денег не берет, она просто приезжает, забирает мои товары и все. Хотя это тоже так немножко странно, потому что везде, где я не касался вот таких вещей, всегда даже в черте города китайцы стараются взять, ну, хотя бы там долларов 30, да, они вот, на это же надо машину, говорят, гнать, это то есть все, берут деньги. Почему-то она с меня не берет деньги, ни разу не брала. Я думаю, что в любом случае, если ваш товар где-то будет в другом городе, ну, конечно же, за доставку из другого города к ней какая-то сумма будет. Я не думаю, что она будет большая, опять-таки можно поинтересоваться у нее сейчас, но я думаю, что будет, потому что все-таки это другой город, это нужно гнать ей машину туда, все это дело привозить, хотя поинтересуемся, может у нее, ну, может она вот так работает, не берет за это деньги, без понятия. Все, все, Рубик, давай на Лизу переключаю, больше не будем затягивать. Окей, Лиза, я сейчас начну с тобой. Скажите нам о вашей компании в пару слов, и тогда я буду перевести в русском, окей? Окей. 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 Вы... Вы можете начать, вы можете начать. Скажите нам о вашей компании, о вашей компании. Вы... Вы можете начать с моей компании? Да. Мне компании был создателся в 2013. Мы offer international экспресс, IR, и экспресс, и сельсервис. Международные маркетинговые и европейские маркетинговые и европейские маркетинговые. Мы делаем амазон, США, Канаду, Японию и Европу. Её компания была расстановлена в 2013 году. Они делают перевозки в Европу, Америку, Канаду и Японию для продавцов Амазона по воздуху и по воде. Окей, я могу продолжать. Я 26 лет, и я работала 3 года в Венспейской компании. Это означает, что я из университета в 2013 году. Окей, она училась в школе, она работает в компании, которая занимается перевозкой. Окей, продолжай, пожалуйста. У нее опыт трех лет работы с продавцами Амазона, которые поставляют свои товары на склады Амазона по всему миру. Окей. Окей. Идем? Идем? Окей. 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 So please give me more clear details about your products and the weight and the package size and the delivery address because such as USA, Amazon have many delivery address. And the difference, delivery address, the price, we are different. Okay, continue. After I know your requests such as your products, we are your supplier. And if your goods is enough in Lingbo or Shanghai, then I can arrange for you just your goods is enough, it's a big quantity. It's small because my company, a local incident, but we have partner in Shanghai and Lingbo. So if your goods are in Shanghai and Lingbo, then I can arrange for you. Just if your goods is very small, then I will, according to your products, I will choose which are the best shipping way. Okay, Lisa, continue. About, because our price, for example, our price is brought up and down. So if just say, hi, Lisa, I, in the next October, I have an order need to use ship. So today, can you give me a price? About our price, because our price is brought up and down. So we, I can't predict next month, the price, we are up or down. So I just can't give you a price for your reference. Maybe? She says that she can give the price at the moment when she knows when there is an option. Because every month, the price changes, as I understand. She says that every month, the price changes, especially in the next month, as I understand. Okay, Lisa, you can continue. Yeah. I are experts on the stair experience. We can make, if we ship, we will have the risk of meeting the customer problems. Because customer checking is out of control, it's not what we can control, because we can't predict the shipping, we can measure customer checking, I mean, China or USA. Okay, she says that she can control more than us, if it will be in China or in the USA, she has more control over what is happening and what is happening with the shipping, on all the parts of the shipping. Okay, Lisa, you can control it. Yeah, if we meet customer checking, we don't free it, because if our product is not a problem, just the delivery has a delay. Because if we meet customer checking, only when customers release them, we can pick up the goods and pick up your goods to your Amazon. Okay. Okay. После того, как вы говорите, где находится какой-то товар, я понял, она забирает и отправляет и совсем больше наблюдает и проверяет, как отправится, чтобы все было правильно, чтобы не было больше проблем. Okay, Lisa. Yeah. You can continue. You can do it. So,keeper hitting, these problems, we commit many problems, we can't control. Such as weather problems, sometimes because the bad weather can deliver it,. Сверху, 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 сверху. Есть некоторые моменты, где она не может за них отвечать, как проблема с погодами, что она не отвечает, что если будет задержка в товаре. Ну, всякие побочные эффекты, которые влияют на то, что невозможно будет доставить вовремя. Окей. Я думаю, что у меня есть клиенты с 3 месяца, скипленки на Amazon. So I have my personal opinion is if we ship to Amazon, so we can leave some box if your products are not easy to produce or your customers. So we can leave some box, for example, if you can leave a box on my warehouse. If we meet any problems such as customer checking or if you want to ship by sale, you know, sale is the delivery time is longer than air and the express service. So your Amazon out of stock. Okay. Let me translate. Она говорит, что у нее есть возможность такое, чтобы можно было, как я понимаю, оставить у нее даже какие-то коробки у нее на складе, чтобы отправить первую партию и потом как бы дополнительно отправить, чтобы у вас не было авто. Одну секундочку, я вот этот момент немножко поясню. Действительно, она мне предлагала такой вариант, когда у меня сейчас произошла эта ситуация, когда ни от кого не зависящих причин, скажем так, мой товар попал под инспекцию в Америке и я попал в автосток. Она мне предложила такую вещь, ты, говорит, можешь как бы с запасом что-ли привозить мне коробки. Допустим, ты отправляешь полторы тысячи штук и мы можем поступить таким образом. Мы отправляем тысячу штук морем, они плывут как бы туда-то. А если опять-таки вот там под инспекцию попадет погодные условия какие-то, шторма там, корабль будет на неделю идти дольше там, всегда можно подстраховаться. То бишь у нее на складе уже лежит ваш товар и этот товар можно по-быстрому, она экспрессом вам отправит на Амазон и он дойдет гораздо быстрее. То бишь пока там морем будет идти и вы видите, что есть какая-то проблема с морем, вы сразу же отправляете с ее склада самолетом и тем самым как бы подстраховываете себя. Да, 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 perfect. Okay, Lisa, I can continue, please. Yeah. If you leave some box in my warehouse, then if you meet out of stock, then I can shipping the small box by faster express. FASC express the delivery time only needs 3-5 workdays, so it can solve your out-of-stock problems. Она говорит, что она может послать, как Сергей сказал, по-быстрому, те коробки, которые будут оставить у нее на складе, по-быстрому она пошлет их экспрессом. И все, тогда у вас будет меньше проблем с автостоком. Окей, Лиза, я буду продолжать. Лиза. Я слышал, что многие клиенты имеют эти проблемы. Давайте поеду за правая проблемы, когда мы хотим Drive-Lin на канале. Поэтому, когда мы видим рейнг, то рейнг появляется一些 повышение. Если они не продют, то рейнг будет нестыкнуть. Рейнг будет увеличиваться. Да, достаточно. Продолжение следует... 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 Если вы производите, если ваша облака не сделана, потому что транспорт... Мы можем предложить, мы можем предложить запасную сервис. Это для free. Если коробки повреждены во время транспортировки, то она может поменять их за бесплатно. Подождите, одну секундочку. Поменять коробки именно транспортные коробки имеется в виду? Ну да, а на горычкой все время транспортировки повреждены. Вы имеете в виду основную коробку, да? Для шиппинга. Супплиер дает. Если он уничтожен по вашему транспортированию, то вы можете закрепить его за бесплатно, да? Да. Если у вас есть коробки, то мы можем поменять новую коробку. Да, на мой канал. Это будет хорошо. Да, тыundи. Потому что я заехал. Пожалуйста, продолжай. Но я хочу начинать. я просто обращаюсь с предложением. Я могу помочь им поговорить с продавцом. Она говорит, что если у всех он бизнес нехороший, но он высокого уровня, как у Дональда Трампа, так она может поговорить заместо вас с поставщиком и договориться о том, чтобы она запорвала в товарах. Только ей нужно от группы достать все данные вашего поставщика и что вы увидите. Окей, Лиза? Да, потому что некоторые поставщики не могут говорить английский, поэтому я могу поговорить с ними. Просто об этом, чтобы поменять свои идеи. Даже если у вас поставщик не разговаривает хорошо на английском, то она может с ним поговорить и добиться того, что вам нужно. Насчет вашей достаточно. Окей, Лиза? Да. Да. Если вы хотите купить, то, что у нас есть не проблемы, но иногда мы можем сделать какие-то предупрежденные проблемы. Я буду здесь. Я буду решать их решить, чтобы решить эти проблемы. Окей. Просто получать возможность. Да. Если будут какие-то проблемы, то она поможет их решить, даже если возьмем какое-то переупреждение. Она постоянно связит с клиентами. Окей. Продолжение следует, пожалуйста. Да. Я... Извините. Я думаю... Джессера, можете мне спросить какие-то вопросы? Денис, давай вопросы какие-нибудь на подуставку. Я думаю, особо нет. Мне кажется, информации достаточно. Не будем человека напрягать. Ну, не кидайте. Нет, 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 нет. Денис, давай я буквально задам пару вопросов, которые интересуют всех. Да, какие-то общие вопросы мы зададим. А дальше уже каждый ей в личку потом в скайпе спросит все, что хочет. Значит, самый такой глобальный вопрос ты у нее спроси. Вот этот новый путь доставки морем из Гонконга в Лос-Анджелес, то бишь, можно возить этим путем постоянно, то есть, это не будет как-то разово, что ли, да, что ты один раз доставил, а потом, может быть, надо месяц там ждать этот контейнер. Возможно ли постоянно, постоянно возить вот этим путем товары и сколько это будет стоить там, минимум, максимум, да? Окей, Лиза. Question number one, please. This new route from Hong Kong to Los Angeles by the sea, is this going to be every time, or it's only one time this route is going to be? And what exactly the price for this shipping? From Hong Kong to Los Angeles by the sea? Can you give us an answer, please? I can't ship it from Hong Kong to Los Angeles by the sea. By sea. By sea. By sea. Yes. Is it? Yes, by sea. By sea. By sea. By sea. Yes. By sea. Sorry, I can't ship it from Hong Kong to Los Angeles by the sea. I can't buy air. Okay. Сергей, а ты что наверняка на воздухом покупаешь? Ну у меня сейчас товар ... вот ... хорошо, скажи и так. Ты сейчас Сергею товар привезла за 17 дней моря. Каким образом ты умудрилась его так привезти? Сергей, спросил, продажи продукты до Los Angeles Вонгкан, в 17 дней. Как вы садитесь, пожалуйста? Скажи мне. Садитесь? Да, вы садитесь в 17 дней. Как вы садитесь? Садитесь, по-другому или по-другому? Садитесь, я вам расскажу про процесс. Когда вы купите в Китае или только в Хонгконе, то, например, я отправлю свои продукты в Хонгконе. Я отправлю свои продукты в Хонгконе. Я отправлю свои продукты в Хонгконе и Лос-Анджелесе. Если вы купите в Хонгконе и Лос-Анджелесе, то только один день. Если вы купите в Хонгконе и Лос-Анджелесе, то только три дня. Да, я понимаю. Как вы послали Сергея сейчас? Это будет 17 дней. Как вы послали? По морю или по воздуху? По воздуху. Она послала в Хонгконе. Видно, девушка немножко переволновалась. Я посылал конкретно две партии товара морем. Мы с партнером так удивились, когда она мне пишет и говорит, что товар пришел. Я сел посчитал, когда товар был отправлен, когда он пришел. Это было морем, точно было морем. И на все это заняло 17 дней. Мы... Я думаю... Maybe... What's the price? What's the price for the shipping? By air and by sea? From Hong Kong? The air and then ship? Yes, what's the price? From Hong Kong? Yes. We... We... We are to call the... Cold price from... Um... To... I... To... Sorry. You... 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 You mean just to need the part price? Yes. On Hong Kong to Los Angeles? Yes. Yes. Yes, question is. Not to door-to-door service? Door-to-door service, yes. To Amazon door, yes. To Amazon door, yes. To Amazon, yeah. Yes. What's the price? We... We... We need to... According to your supply... Your... Your... Your products. Okay. Она говорит, что можно знать эти продукты, чтобы послать и сказать вам цену. Она говорит, вот так сказать. According to your products and the goods weights become different. Good weights, the prices are different. Она говорит, что она из-за веса, как я понимаю, цены получаются разные, как она говорит. Что она посылает. Ладно, хорошо, спроси. Спроси, пожалуйста, вот я видел, человек задавал вопрос, от какого минимального веса она, в принципе, берется за доставку? Что она с кормила? fazem pay ее? Ладно, скажем... Что она мы получились сiffsкуп Freshour? . 60 км 520 000 километров и около 20 000 километров. Но что такое минимум? Минумум 100 километров, если я хочу сказать, 100 километров, вы принимаете? Миня километра, например, если вы хотите купить экспресс, то минимум километра есть 0.5 километра. Но я верю, что больше 21 килограмма способы оплаты, которые она принимает. Я, допустим, с ней расплачиваюсь, мне очень это удобно, через Пионер. Может быть, она уточнит, в принципе, какие есть возможности. Пионер, Пайпал, банковский перевод. Лиса, как мы можем платить за тебя? Пайпал, Пионер, Питти, как мы можем платить за тебя? ППР, Пионер, банковский перевод. Пионер, Пионер, Пайпал и банковский перевод. Отлично. Ну, очень удобно. Причем, я уже с ней работаю в таком плане, что, ну, как-то нет какой-то опаски, знаете. Я спокойно там, даже заранее переводим ей деньги на Пионер, как бы, особо там не переживаю, что что-то будет не так. Но это очень удобно. Там и процентов гораздо меньше, чем на Пайпале. Все это быстро. Ясно. Еще какие-то вопросы есть? Ну, средний ценник килограмма, все интересуются воздухом. Ну, такой более-менее средний ценник воздуха и вода. Ты у нее так спроси, Лиза, скажи, пожалуйста, вот, какой минимальный у тебя ценник на воздух и на море и максимальный? Скажи, я понимаю, что это в зависимости от скорости доставки, от веса, но, тем не менее, скажи, люди хотят ориентировочно понимать цену. По цену. Это не то, что скалосредний, скажи. Да. Пожалуйста, скажи нам, какой ценник для 1 кило для продажа по воде и по море? Какой ценник минимальный и максимальный ценник, который ты нам дадим? Какой ценник для продажа? Какой ценник? Для 1 кило? Да, 1 кило. Какой ценник для 1 кило? И АЯЭС-ЭПРСНОВНОВНЫЙそれで они не Ellerckонне.* Какая ценник для 1 кило? Ну и, же Statала купил два annually, спасибо за дорог и сергación. То есть, ты это даешь sanctions по其acy? Yes, what is the price? We want to know what is the price for the kilo, so we can estimate what is the total amount for the shipping that we're going to ship through. If we want to send the 500 kilo, we need to know what is the price exactly for 1 kilo. Can you please give us the price, minimum price or maximum price for the kilo? Over 21 kilo than normal products, shipping to Western America. Okay, what is the price for kilo? Oh, the price is limited. Over 21 and shipping to Western America by Ayer Express. Yes, their cheapest price is $4.95. You are going to have $4.95. Yes. This price is $4.95. It's $4.95. It is $4.95. For the price, $4.95. I'll have a look at this price. It's $4.95. It's $4.95. I'll take the price for $4.95. It's $4.95. For the price? It's $4.95. Будет еще больше, да, то бишь эта цена, я вам скажу, очень и очень даже хорошая, потому что, насколько я знаю, там даже уже сейчас там может доходить до 6 долларов на экспресс, поэтому, ну, тут уж грех жаловаться. Я думаю, 8,5 долларов. Мой персонал советует, если у вас продукты, по 1 доллару, если у вас продукты, по 100 килограмм, то лучший способ по экспрессу послать. Если у вас есть 100 килограмм, то лучше отправить по экспрессу, по АРС, да? По экспрессу, тача, экспресс, это значит, по DHL, UPS, FedEx, PNT. Вот всеми этими компаниями она посылает экспресс, она говорит, что это лучше. Да, между прочим, последнюю партию товара она отослала, ну, у меня вес был там не маленький, отослала где-то за 4-5 долларов, и это FedEx. Я очень удивился, что такая цена, и, ну, быстрая доставка, экспресс, все круто, ну, молодец. Ну, это хорошо, про экспресс вы поняли, но ведь есть еще и сборные грузы. Поинтересуйтесь, пожалуйста, среднюю цену на сборные грузы, то бишь это там 15-18 дней товар идет. Продолжение следует, если вы хотите отправить на экспресс, то есть 15-18 дней, то есть 18-18 дней, то есть на экспрессе, что будет удача? По экспрессу. Продолжение следует... 18-20 дней. Вы можете купить по аэропрессу и по аэропрессу. OK, what price? For example, your product… For example, if your products are 100 kilograms on the investor of America, the price… 3.93$ 3.93$, she says, if she will send it in 25 days, from 18 to 25 days, she will send it to an express. At the moment? Well, I personally sent her this delivery, and I will tell you, that maybe she will be afraid to do 25 days, but I don't remember, that there will be more than 18 to 20 days. OK, do you have any questions? I'm asking about the company. What is your position in this company, where you work? What are you doing there, in Xinjiang, this company, where you work in logistics? What is your position in this company, the logistics company that you work? You are an employee, manager, what are you doing there, exactly? Employee? My company is about 75 people. OK, and what is your position? 40 are seller, such as, and 22 workers, just the main. They are repackaged, worked, and taken goods products, this job, and have a big job. OK, and you, what are you doing, your sales department, your manager, what exactly? Three drivers, and five drivers. What? There are 75 people. Well, I agree, that there are 75 people in the company. They are working with all the logistical processes that you need to do. I don't know. I can't believe that there are people. They are asking you to ask me to ask you a company. I'm going to ask you a company. I'm going to ask you a different company. I'm going to sleep. I'm going to sleep. I'm going to sleep. In principle, my voice is the same. It makes me feel like I can't sleep. Well, if there are more questions, last question. I'm going to ask you a question. But he asked her if she still waits for dinner or not. Сергей is asking you if you still waiting for dinner. Yes. Сергей, don't worry. She will explain a long time. She only couldn't do it. Okay. Denise, do you have anything else to say? No, I think I'm going to say thank you very much. Listen. Listen, thank you very much for this live. And everyone who needs your help and assistance, they will send you a message and contact you to the skype or any other contact that you will leave in the skype. And then Denise will publish it in this group. And thank you very much for this live. And I hope to work with you for a long time. Thank you. Thank you, Lisa. Юрий, честно говорю, I won't lie. I don't even remember how I found it. I started working with Lisa. And I really liked it. Yeah. Сергей рассказал мне, в свою очередь. Я посчитал, нужно донести до всех. Потому что проблема доставки, тем более на данный момент идущий в сезон, любая альтернатива очень ценна. Я считаю так. Из-за этого тут просто с форберами очень тяжело даже торговаться о скидке. Сегодня одна цена, а завтра будет другая. Даже сложно сейчас попросить, например, для группы скидку получить. Вот просто если мы большим количеством из России скажите, что вы там отсюда, с лайва, что вы там из группы пришли, человек будет больше ценить и более серьезно к нам относиться. Если будет большее количество клиентов отсюда, соответственно, мы со временем будем психологически получать какую-то скидку. В любом случае. Потому что я даже ее не прошу, но это без толка. Я не понимаю, как просить. Только по факту. Сейчас сказали 3 доллара, значит, давай 2,80. Ну, дали 2,80. Потому что сейчас такие будут месяца, где будут праздники, а цена скотчат каждый день. Конечно, конечно. Главное просто иметь альтернативу. Мы работаем через производителя, мы работаем через посредников, которые нам дают свои контакты. И мы пытаемся привлекать различных серьезных компаний, которые нам помогут в практике. То есть, именно в практике. Не просто что-то такое виртуальное. Это вот вы сейчас. Вот у меня есть сейчас люди, которые ищут как раз доставку. Они сейчас обратятся, и мы посмотрим, например, через пару недель уже будет понимание какое-то, насколько это лучше или хуже. Тем более, в любом случае. Цены мы все равно легко узнаем. У вас есть посредник, который вам делает проверку. У нас есть производитель. И Лиза, например. Правильно? Там еще Джимми, Саня. Я, допустим, вот сейчас был немножко удивлен, потому что я сам этого не знал, что она, оказывается, даже может по прибытию на склад открыть коробки и посмотреть там ваш товар. Он в хорошем состоянии или он в плохом. Ну, это большой плюс. И плюс она коробки, говорит, можем поменять. Я вообще первый раз от Фордеров это слышу. Ну, почему, скорее всего, потому что форвардеры, как правило, ну, очень плохо идут на контакт. У них то ли они там сильно занятые, то ли они не считают это нужным общаться с вами. Поэтому, возможно, много информации мы и не знаем. Здесь же, как бы, человек всегда в доступе и любую инфу можете спросить, узнать. И это правда, что она говорила, что я владею там больше информацией, где ваш груз, что с ним и как. Потому что, действительно, на любой мой вопрос, сколько мы не отправляем через нее, она всегда может дать ответ. Ответы могут быть разные. Причем, если товар уже в Америке, естественно, ей нужно время, чтобы связаться со своим американским форвардером. уточнить. Но будьте уверены, она обязательно это сделает. Она спросит и потом вам сама, без напоминания там какого-то, отпишет, скажет, что с вашим товаром, когда. Я у нее даже спрашиваю о ориентировочный срок прибытия. То бишь, на склад. Она и это пытается узнать. И все это мне сообщает, как бы, без проблем. Насчет ее контакта. Вы немножко в чат пролистайте вниз. Я уже дал, Сергей. Я уже дал его сейчас. И он сверху над видео. Над видео. Посмотрите внимательно. Скайп есть. И фейсбук ее аккаунт. Так что скидываем в любом случае в ютюбе. Я внизу под видео тоже в описании добавлю. Вот. Но если что, к Сергею обратитесь, ко мне обратитесь. Там никаких проблем нет. Над видео. Да, можете ко мне обращаться. Денису без проблем. В описании. Насчет цены. Ну, вы, вы видите. Девочка еще такая, скажем, не битая жизнью, что ли, да. Вот. И с ней действительно нужно пообщаться по цене, поторговаться. Она будет вам там слезки показывать, что вот там босс будет ругать и так далее. Ну, опять-таки, это все такие ходы, уловки. Ничего страшного. Общайтесь дальше. Уверен. Там скинете на центов каких 5-10 там цену. Это реально. Вот. Не пугайтесь, да. Потому что цены сейчас действительно пошли вверх и очень сильно. И дальше они будут еще больше. И самое главное. Сервис все равно. Это сервис, правильно? Даже если брать в сравнение с прошлым годом, мне так кажется, в этом году они почему-то даже раньше начали расти цены. Ну, что же делать, как говорится. Приходится подстраиваться и под это. Ну, что, папа, теперь ты будешь меньше пить. Нет, теперь ты будешь меньше есть. Так что американские покупатели наши будут получать более дорого, надеюсь. А не мы будем опять меньше зарабатывать. Да. Хотелось бы подоверить, да. Стокализируются цены в январе-феврале. Вот. То есть они тогда пойдут на обулю, да. Цены, да. Это уже после Нового Года. Да еще и январь. Возможно, там может быть середина. Они еще... А уже потом, да. Потом уже будет меньше. Пока идет этот бум, пик... Потом китайский Новый Год не забывайте. Понимает. Китайский Новый Год тоже много времени занимает. Так что там будет весело. Да, кстати. Ребята, готовьтесь очень серьезно. Не только к Рождеству, да. Не только к Новому Году. Готовьтесь очень серьезно. Потом у китайцев почти месяц. Мы, к сожалению, в прошлом году попали в эту ситуацию. Когда мы попали как раз на китайский Новый Год. И там вы каши не сварите ну никак. Они не работают никто. Но никакие уговоры, никакие деньги не помогут вам изготовить партию товара. Поэтому имейте это в виду тоже. Когда у них там примерно праздник, не помнишь? Что там 25? Лиса, когда... Секунду, секунду. Лиса? Да. Первый год, да. Вот 4, Skinny consec своей день. Чего дня? В чьем diaries? В чем. soliday? Exchange? Да. 30 дней, времени не стоит. А, Happy New Year. Happy New Year! В чем 치ところ, когда vote год? В чемצAndр? В той же." В нашей страны. Но я не знаю, в какой день, я хочу проверить Промежуток колоссальный и тут надо уж со складом как-то решать заранее все эти дела Она говорит, что перед новым годом цены будут вообще предвешенные астрономные Как я понимаю, любой поставкой, воздухом или море, перед новым годом Я боюсь, что это очень-очень тяжело И мы должны провести долгое время Ясно, я надеюсь, что все будут очень заняты в этот период, так что нужно заказывать все будет до этого Да, кстати, это правда Я в прошлом году пытался переговоры проводить в декабре, в январе это просто мертвое вообще занятие Можно не искать Я видел в прошлом году, как перед вот этим китайским новым годом что там творилось Ну я как бы по фотографиям видел там, от контейнеров, от фур, там просто яблоку негде упасть Я не знаю, как они там ездят, но там запито все полностью Мало того, что цены такие, плюс еще и доставка, не забывайте, она может быть гораздо дольше Причем не из-за того дольше, что там по воздуху будет дольше лететь или плыть морем А дольше из-за того, что с момента, когда вы отдадите там товар форварду, пока он отплывет в Америку Может пройти, ну не знаю, в два раза больше времени, чем это занимает в обычное время, скажем так Там, блин, такой напряг идет, что товар у вас может простоять и неделю, и две, и еще и больше Потому что просто не успевают отправлять его, нет места Да, хорошо Да Просто, раньше, мы готовы, чтобы решить эти проблемы с покупкой Продолжение в 5-10 дней Продолжение в 5-10 дней Продолжение в начале чиновного веса Чинового Нового года Окей, она говорит, что они посылают как бы 5-10 дней до Нового года и потом как бы я понимаю все Они просто уже не будут какие-то заказы брать и вообще ничего делать Да, 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 есть такое дело, да Вопрос есть? Нет, больше нет вопроса Лиза, спасибо Лиза, спасибо большое за вашу помощь И мы хотим поделиться с тобой Спасибо До свидания До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok До свидания До свидания Продолжение следует...